Представлен скалодром. Он состоит из трех частей. Релакционная стенка для детей для разминочных занятий, стенка малая для детей для занятий в начальной школе и стенка большая, которая уже ориентирована на старший возраст и серьезные занятия. Оснащена по самым современным стандартам. В каком виде новая школа на пятой просеке будет встречать своих учеников 1 сентября, проверил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он осмотрел классы, актовые и спортивные залы и другие помещения. Заглянул депутаты во второй корпус школы, который еще достраивают. Его сдадут в декабре этого года вместе с дошкольным отделением. Что важно здесь, на пятой просеке? Здесь действительно активные и инициативные жители, которые не просто собираются для того, чтобы выпуснуть свой негатив и дальше удовлетворенными разойтись, а которые понимают, что достичь результата можно только объединив все усилия. И собственно та школа с детским садом, строительство которой завершается сейчас, это в значительной степени результат именно их усилия. Перед экскурсией по школе Александр Хинштейн провел встречу с жителями пятой просеки. Один из главных вопросов, который подняли жители, как дети и родители будут добираться в новую школу. Сейчас идет строительство улицы от советской армии до 125 дома по пятой просеке. Жители просят, чтобы дорога была безопасной. В департаменте градостроительства сообщили, что новый участок спроектирован по всем современным требованиям, а территорию от 125 дома до солнечной приведут в порядок поддерживающим ремонтом. На сегодняшний момент, если все, что касается качества того дорожного полотна, который здесь есть, есть у нас программы мероприятия по текущему ремонту и поддержанию вуза, здесь, наверное, надо посмотреть совместно с департаментом городского хозяйства. Грубо говоря, те ямы, которые есть, конечно, можно заделать. Затронули на встрече еще несколько тем поиск дополнительного помещения для детского отделения поликлиники, смену управляющей компании и работу баров в жилых домах. Александр Хинштейн пообещал проработать вопросы и найти законные решения по каждому обращению. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.